Откроет целый мир вожатый во Всероссийском детском центре Орленок прошел один из этапов традиционного конкурса педагогического мастерства. В нем участвовали коллективы всех детских лагерей. В творческих визитках, которые представили вожатские отряды, необходимо было раскрыть свое педагогическое кредо. На праздники опыта, мастерства, сплоченности и дружбы побывал и наш корреспондент Анастасия Николаева. Народишь такая вожатый, дорога твоя делегка, пусть не сядет в свежую силу нашего родника! Пять минут до начала одного из самых зрелищных этапов ежегодного конкурса педмастерства в Орленке. Волнительная атмосфера, царящая в закулисье, передается всем без исключения. Каждый из восьми вожатских отрядов пытается собраться перед выходом на сцену. Чувства очень волнительные, все переживают, все очень устали, сегодня целый день репетировали. Поэтому все уже на пределе, надеемся, что все будет хорошо. Долго и тщательно готовились к этому конкурсу. Буквально ночью выходили на репетиции, дети спят, а мы репетируем. Педагогические идеи, сплоченность, умение работать в команде, отношение к детям, коллегам, профессии – все это необходимо показать за пять минут. Все-таки, так как это проводится летом, летние коллективы в этом участвуют. Поэтому это, с некой точки зрения, даже объединяет, сплочает коллективы и позволяет проявиться, показать, чем каждый лагерь особенный. Творческие подходы к заданию педагогических коллективов самые разные. Вожатые Олимпийского с первых секунд зажгли зал. Они продемонстрировали настоящее шоу с элементами зрелищных видов спорта – гимнастики и акробатики, тем самым оправдав свое название и направление педагогической работы с детьми. Детский лагерь «Штормовой» рассказал историю о корабле, где главные пассажиры – дети. В ходе трехнедельного путешествия ребята узнают основы морского дела, учатся самообладанию, дружбе и ответственности. Педагогический отряд «Товарищ» детского лагеря «Солнечный» перенес всех присутствующих в далекие 60-е годы, в то время, когда только начиналась история Орленка. А Комсомольский с помощью спецэффектов показал наглядно, как педагоги вожатского коллектива «Родник» раскрашивают жизнь ребенка в яркие краски. Выход каждого коллектива – буря эмоций в зале. Самые верные болельщики – дети. Но введение этого года – голосование юных зрителей. Свой голос можно отдать за любой понравившийся педагогический отряд, кроме своего. Мне очень нравится «Солнышко», «Штормовой» и «Звездный», потому что там мои подружки. И мне очень понравилось выступление «Штормового». Но сейчас мы в сомнениях, потому что нам понравился «Олимпийский» и «Штормовой». Это было феерично. Да, и «Комсомольский». Они офигенные. Подведение итогов оказалось самым жарким и сложным моментом как для взрослого, так и для детского жюри. Но все же выбор удалось сделать. Третье место заняли детские лагеря «Звездный» и «Комсомольский». Второе – «Солнышко» и «Штормовой». Совершенно удивительно, в первом месте оказалось по количеству очков два одинаковых результата. Итак, детский лагерь «Олимпийский». И еще одно первое место. Детский лагерь «Солнечный». Мнение взрослых разделили и дети. Приз зрительских симпатий также получил вожатский коллектив детского лагеря «Олимпийский». Конкурс продолжается. Впереди у педагогов открытые дела и физкультурно-спортивные испытания, по результатам которых и определится победитель. Анастасия Николаева, Денис Гилев, Алексей Кузьмин, телеканал Орленок ТВ.